Видишь пассажир? Вот это, наверное, тетка. Нет. 8.15. У нас еще много времени. 8.55. Нет, времени это самое. Это хрена еще нам. 8.20. 8.20. Через 35 минут у нас. Он отправляется через 35 минут. А посадка за 15 минут. Через 15 минут посадка. Это двухэтажный. Это двухэтажный. Что, с паспортами, сын, или без паспортов? Нет. А, вот видишь как? Все-таки без паспортов пока еще. А скоро начнется паспортный режим. Вот. Ночью горит вот эта вот многоэтажка. Ой, а что это она горит-то? Как она рядом, близко тут. У нас тут, да. Там вот эти самые мальчиковые постройки. Построили дом. И вот когда вечером, как в туалет идешь, и вот посмотри в окошко вот это маленькое, и вот такие вот, не самое, лучи. Нет, просто горят. Но дело в том, что я говорю, как будет пассажир жить там. Ой, пассажиры эти самые. Люди жить, если свет будет всю ночь гореть. Представляешь? Ужас. Ужас. Может, ты что, и нас сфотографировал? Да, на память. А у меня рот открытый был. На память? Я говорила. Еще подумать, что нас вообще уже провожаешь. А ты нас тут провожаешь на, можно сказать, ну, на полтора суток. Нет, на вокзал вы сами поедете. Мы берем, Нелечка, мы такие. Мы, не дай бог. Я, это самое, даже Вовке говорила, Вова, не надо. Мы возьмем такси в четыре часа ночи, там, в четыре часа ночи, там, уехали, приехали. О, вы что, смотришь? Ну, я, два часа ночи, ты какому-то, с каким-то такси такой отпадешь? Вот еще он в своем уме. Прошлось, а он только с рыбалкой. Вот в этот только ночь, весь ночью спал. Рыбалил? Рыбачил. А теперь еще надо встречать. Винка говорит, ты вот инфаркта, ты видишь, ты такой, ладно? Братан, никуда едем нет. У меня, говорю, осталось, Ленька уже никакой. Вовке уже хорошо за 60. А это самое, Ленька, Леньке уже за 70. Ленька еле живой. Он еле живой, еле ходит, уже толстый вот такой. Только благодаря Сонечке живет. Благодаря Сонечке. Две дочери у него, ни с одной не поддерживает отношения. Ой, я говорю, Соня, ну как так? Ну, две дочки, хоть бы, обе живут во Владимире, он тоже во Владимире. Нет, это не другая, нет, одна в Москве. Одна в Москве, Танечка в Москве, вот эта у него, Таня и Наташа. Вот. И, ну, в общем, вот так вот, и не знаю я, и он. А Элли так вообще 85. Элли уже вся трясется. Уже у нее голова дрожит, руки дрожат. Уже с молитвой только молится, молится, уже туда собирается. А была. Ой. Огромная организация по торговым. Везде моталась, везде ездила. Всего приходит конец. Собака. Такая химлюки, собачка. Собачка. Это уже маленькая, но наша вообще. Прыгает, прыгает на меня. Рада, рада, Радешенька, что я вышла. Парагин. Не холодно? Ага. Сейчас разогреется 19. А это где у вас, далеко, близко, нет? Она встретит на машине. Что далеко близко? Места в автобусе. А, я думала, Ольга живет далеко или близко. Мы понятия не имеем. Сейчас я тебе скажу, какие места. Места 6. Хорошо, вначале. Видишь, эти по 140, а в 9 по 215, а в 85 по 215, а в 85 по 215. Краде целью. 75, 457. Делек номер автобуса 204. Ваш автобус отправляется. Так этот мужик, наверное, не пришел. Пассажир. А вот, наверное, это она. Это у тебя все новое, чемоданное. Все новенькое, да, в эту поездку взяла. Старенькая уже, знаешь, у меня такой же чемоданчик, чуть побольше. А вот это для чего? Это код. Набираешь, и это... Так закрывается у вас. Нет, а ты же вот эти штуки туда вставляешь. Вот эти вот штуки разворачиваешь так и сюда вставляешь. Они закрываются. Вот такая система. А у меня не такой фельдиперсовый, попроще чемоданчик. Я уже с ним на рынок хожу. А бабы-то привыкли, что я самаркан в Бухарахе была. Уезжаю то на неделю, то на две недели. Таня, пока, счастливого пути еду. Пока-пока. Через два часа с базара возвращаюсь. Они говорят, Таня, может, я пробегаю? Да, уже старый мой чемодан. Я говорю, уже картошку в нем. Чтобы не поднимать, тяжело не таскать. Я нагружу. Пять килограмм того, пять килограмм того, пять килограмм сакуру возьму. В этот... Как это, ну, вперед. А сейчас еще Тимка, поедем с ним на базар. Там у меня хороший такой, ну, как товарищ работает, который я уже лет 20, наверное, у него все закупаю. Он пробежится, ему насобирает все, что ему надо там. Орехов, кишмешата, вот. Ну, если бы девочка купить, вот сахар, вот соль. Вот. Здесь точно цены всех отпутили, наверное. Ну, раз такое дело. Еда по-домашнему. Я думаю, что это за еда, по-домашнему. Ага. Еда, по-домашнему. Значит, не русские, наверное, готовят, и в Уфе еда по-домашнему. Угу. Уже русский желудок к всему привыкли. Тут уже и китайцы готовят, и грузины готовят, и армяне готовят. И наши таджики плов готовят, узбеки. И уже русские желудок к всему привыкли, где ходят, везде кушают. Ну, ничего тут солнышко вроде гонит. Все хотели перенести куда-нибудь подальше от постанцев. Потому что тут неудобно, понимаешь? Она как в центре. Да, и такие тяжелые, такие, смотри, сейчас какие автобусы. Ты не раньше едешь, трясешь-то там на 30 мест автобусы. Это же деньги надо, они тут все пораскопили, все поразворовали. Вот, поразворовали, скажи. Куда они тебе деньги-то ворвали? Ага. Они все это, это власти города, ворье все пока. Один был, Прохоренко, воровал, воровал. Ты говорила, его в Москву еще забрали. А ты как думала? Там вор на воре ворум погоняет. Сейчас другой пришел. Почему такие, говорю, пенсии и зарплаты, как смертный приговор людям? Пенсии и зарплаты. Это что такое? У нас хоть нас не трогают пенсионеров. Мы зарабатываем, вот слева, справа, там. Переводы я беру, там, если напряг, у меня деньгами. Посталась цель, вот надо за этот месяц только заработать. Не заработать, пошла, переводов набрала, села, перевела, отнесла. Все, деньги получила. Слава Богу. Никто... Это организация такая? Есть такая организация, там меня хорошо уже знают. Я давно, много лет уже... Просит, да, перевести? Да, да. Я звоню Марина, что-нибудь езди мне. Таня, приходи, до тебя, это самое, несколько, два-три варианта, короче, что выберешь. А ты потом печатаешь или пишешь? А я все это на этом печатаю, и мне приходит Вероничка, она мне скидывает на флешку, пойдет распечатать, все сделает, все это. Все, я только иду, отношу. Она у меня такой работой все выполняет. У нее дома все есть, у нее и принтер дома, и все. День рождения. День рождения. Старайтесь в Сочи, время направления 8.25. Опаздывает пассажир до Сочи. Продолжение билетово. Ваша автосупресса уставляется. Номер ночь... Кошаков целая кутик, кто-то кормит ей. Обязательно там, где столовка, там кошки. Это, смотри, сидим, ждем. До Краснодара доехали? К тебе, когда ехали, с Владимиром на Российск. Краснодар. Ну, в Краснодаре не страшно опоздать. Купишь там и все равно доедешь до тебя. Уже это рядом. Я что хочу сказать. Сидим с ним, разговариваем. Вдруг он... А там четвертый путь. А у нас такое все тяжеленное. Мы туда-сюда. Вот теперь ты мне сумку дала, теперь я два повезу. И разгрузила его. Все там тяжелые. Книги все. И вот то, что тяжелое было, сюда заложила. Колесики крутятся, ладно. А вот когда по ретницам-то спускаешься, в старых вокзалах, в новых вокзалах, вот так поезда стоят. Выходишь на перрон и берешь нужный поезд. А там-то надо туда спускаться, наверх подниматься. И она нас стоит и ждет, уже весь перрон пустой. Через пять минут она говорит, а я думаю, где мы пассажиры? Они ждут. Уже хотела, говорит, сейчас давайте обвинение. Пассажиры вдруг уснули или нет, как ты, Ташкент. Уснула. Вы не на электричке, на пассажирском. Мы спали. Мы как увалились, а в четыре часа ехали. Четыре часа. Четыре или пять часов ехали. В спаре еще как. А потом уже конечина нас расхудила. Мы вышли. Нормальненько прошлись. Даже этот положила я, хотя у меня он легкий, на колесах его можно висеть. А я его тоже положила. Такая уставшитка. И ничего. Ну, главное, стоит-то сколько? Одна вещь 200 рублей. А шофер на за 250 совсем не соберется. А этот, вот они там зашибают на этом деле. Поэтому надо только тяжелый. Подожди, если вызывать, там оно дешевле бы обошлось. Кого? Такси? Такси. Яндекс мы вызвали. Ну и 250. Или это... Так, вы утром приехали? А, утром у него тоже. Да, 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 да. Утром и вечером у него даже днем. Вот. Я думаю, ничего себе. Если бы мы знали, что там переход такой, мы бы спокойно с Тимуром дошлились. Миша, нам торопиться. Дубайский, боже, ты репли. Чего-то так и не бывает. Такой. Вон, бейбайский. Надо все время сюда, чтобы туда войти. А, тут проденешь. Да, ты тут, что красиво было. Да ладно. Думаю, ты все любят, давай. Конечно. Когда эта вонючка пришла, он не любит, забирай все. Конечно, да что. Опасно оставлять чужих людей. Все пересмотрят все. У меня у подружки умер муж. Дядя Алик у Фариды Апыта. Изменял ей почетную. Напьется с бледями. А ей, понятно, что женщина звонит. А она порядочная, эта паридка. А тюля. А вот так. И вообще вот такая подруга, она друг. А мы с ней 30 лет дружим. С одного двора. Потом она сыну. Потом спунтовался ее сын. Сын, что я в Москве живу, даже машины нет. У меня, ты, ну, когда кем просто не понимаешь. Ну, нет машины, нет машины. Права есть, надо будет, заведет. Права получил. Вот. Прав не лишают, по-моему. Да, вот. Даже если не водишь машину, не, не лишают. Они такие поживые. Вот. И это. Ай, это сбунтовался. Мама 10 тысяч долларов в сна. Она перед ним на Церлах. И говорит, Фарик, это что такое? Я понимаю, на питание, на квартиру. Вот такие насущные, чтобы поесть. Крышну голову. Это безопасность. На лечение. Вот. А что это на машину? На машину пусть сам себе заработает. И вот он, она говорит, такую машинешку задрить бы на тысячу. Тысячи за три, наверное. Куда он эти 7 тысячи стамилет? Это неизвестно. И она была вынуждена из хорошей квартиры, такой же, как моя, в каком-то квартире, переехать деревяшку. А деревяшка такой клопомник. Я первое время боялась к ней приходить. Потом они вытравили всех клопов в доме. Она там взяла из-за тебя девушки. Всех тараканов, всех клопов. Она там стала домкомом. И вот Алик у нее изменял почемный. Вот Алик у нее помирает. И она, вот ты знаешь, она говорит, Таня, каждый снится. Каждый день. То так, то так снится, то так, то так. И говорит, хоть бы один день он не снился. Серка входила и... Ой, она что-то куда-нибудь согнила. Ой, а где-то... Вот так вот. Ему сейчас, пока я потешусь... Достал ее, да? Ой, достал ее. Она говорит, только вот, чтобы чистота была, жрать было. А секс ему не надо, у него бабы там... А еще, чтобы чистота была. Да. И говорит, никогда. Она все время работала в банке и очень хорошо зарабатывала. У нее были из ближайшей. Она говорит, я не копейки, когда мне не дам. На ведение хозяйства. Пойдет иногда к муналку заплатит время, а то и нет. И все, наверное, на людей тратил. Ну что, она ему свою зарплату отдавала? Она не отдавала, она вела хозяйство, накормила. Вот еще как бывает. А то еще... Он работал. Он работал, зарабатывал. Потом они уже пенсионеры стали. Он зарабатывал, но все тратил на баб. Он работал, но все тратил на баб. Так что знаешь еще, всю жизнь, говорит, я жила. Всю жизнь, хоть бы сказал, я тебя люблю. Че, медик? Мне даже цветы никогда не подарили. Вот. Она говорит, Таня, ни одного цветка за всю жизнь не подарила. Не подарка. Откуда, говорит, я знаю, какие тебе надо? Так надо знать. Твоей жены, какие любимые духи, какие любимые цветы, какие любимые духи. Нет, ты че, куда-то посадил. Это когда в Болгарию ездил, он там шмотки кто-то покупал, наверное, ну и он там то, что привез. Вот. А потом какой-то тратил, еще бабуля мне оттуда пришла, все это, это свое. Анька. Да. Вот Анька. А такой тю-тю-тю, когда я к тебе в жабу приезжала. Он никогда слова не скажет, что это не твое, что это. Нет, мамочка. Попробуй. Я ей как-то говорила, начинала что-нибудь про мамочку. Он у меня рот затыкал. Не дай. Сейчас и кровью, не дай бог, жить. Какая бы ни была. Ну, эта квартира была в две комнаты у нее на тем поселке. Так она вроде как с вами там жила. Нет, это потом. Мы сначала с ней жили в ее комнате, а потом он получил четыре комнаты, они клетушечки были. Ну, четырехкомнатная квартира, считаете, да? Там он на кушкомбинат был, там он с этим, по-моему... Посмотри время, сына. Время, а что у тебя тут не время, чтобы мы не опоздали? Не объявляешь? Ой, 8.38, вот сейчас через две минуты должны. Может, это самое. За 15 минут. Ну-ка, сын, сходи, посмотри, вот нет это для автобуса. Нет, это какой-то другой город. Нет, много написано. Это много написано, и видно, по нему он не едет в Анапу. А в Анапу поедет одноэтажно. Они же должны здесь стоять, если он отсюда будет. Ну, конечно. За 15 минут подают, не за полчаса ли подают автобус. Потому что там он стоит, не тут может быть. Сына, сходи, узнаешь. Нет, ну они же скажут. Они же должны делать. Вообще, за полчаса должны подавать автобусы. А не за 15 минут. И с таким доверием к людям, да? Так хорошо, что тут будет, наверное, наше. Сейчас, в год за 15 минут подали. Ну, пока наше столицу. Я спрошу, а наше? Ну, иди садись. А, сейчас придет, придет девушка. Иди садись. Самое главное, что прямо к вам не дарит. Нет, я говорю, что 15 минут. Я ко мне всей душой, а он ко мне всей желтой. Вот как так можно, скажи мне? Ну, ответь человеку. Надоели ему пассажиры, потому что он... Вот все это с Петергией. Платье, я знаю. Он здесь это же самое, а потом еще разворачивает. Там с той стороны люди стоят, которые не покупают билеты, ему деньгами дают. Он там и садит, и все, какие-то денежные. А, 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 220. А, А, 220. А, А, 220. Так, это, по-моему, на 8,55, конечно. Басик, еще раз. Извините, пожалуйста, это 8,55. Пассажиры с билетами на 8,45, Горгинска, Коснодара, номер автобуса 226, Новороссийск, Коснодар. Идет женщина, старый. Это все время. Три, сто, 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 сто. Еще раз. Идет женщина, старый, 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 старый. Ну, я знаю просто, что поезд поезд за полчаса, если поезд проходящий, то и 5 минут, может 15, 10, столов, это 20, а так за километом поездка. А автобусы 15 минут. За 5 минут. Вот так вот люди опоздали, а так везде у нас все было четко. Здесь все четко. Мы приходили, приезжали заранее. Номер 5, 10, 15 утра. Ага, 212. 212. Вот они Those go. 212. 314. 612. 612. 714. 814. 1214. 1214. 1415. 1417. 1414. 1417. Продолжение следует... 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 не выдал свое местоположение такой формат а ты будешь реагировать вот например пишу не такая фотка ты можешь сразу же здесь такую же реакцию сделать предлагаю 3 realmoji то есть этот как бы я должен его скопирование интересно нажала или не нажала я такая поехали прибытие напиши во сколько прибытие она посчитает пути час или час десяти на этих моделях здесь вот эта кнопка слева а вот здесь уже она уже справа большому пальцу было удобнее переделали для правшей все обычно делают вот у нас пробочка какая-то то есть папа ты поддерживаешь это же нет правда как в каком плане что ты имеешь ввиду управляешь им управляю ну он рад наверное что мы уехали из Питера да потому что мобилизация сейчас мощная нет нас уже не найдут нас уже не найдут ну твою мою технику ну это лимит и контроль не бережет в Европе тоже так же в Европе еще строже еще строже ну себя нормально веди да и все да хватит здесь денег да честно с вами будет магазинчик надеюсь у меня хватит места если что твоим буду сфоткать конечно там случайно наши на самара самара шымкент не расхватают места сейчас все будут чесать отсюда приедем наверное билеты купим да знаешь чемодан да вот это если положите чемодан потом тебе на туда вот чемодан ты можешь спокойно вот так сесть и на эту по-моему где на чемодан вот так поставить вот тебе вот туда там чтобы утром не касается да наверное что-то внушись внушись у тебя будет мягкая ломающаяся нет там все нормально там ничего не ломается ну попробуй внушись ну пока стоит как раз ну только мне надо мне же надо будет это ну-ка давай пока 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 стоит кто 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 держись 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 грязно будет все ну просто я так привык вот так вот эти спинки они опустят я так не смогу поднять там сможешь нет там вот лягут и все ну вот ты сядешь вот так и ноги вытянешь туда подальше продвинешь его не нет нет те же спать будут да так вот его подальше туда продвинешь его и вытянешь по нему лучше бежать нет как только люди не едут это да правильно делать все равно тут ходить не будет так вот его продвинешь и вытянешь туда то что а и и и это еще и а Продолжение следует... 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 Скажите, ладно? Садитесь, садитесь. Кошка в дом не забегает. Она, наоборот, хочет на улицу. Случайно забежит. Жужжет, жужжет, да. На улице лучше, видимо. Она, говорит, кормили, кормили. Так она к нам прижилась и стала жить у нас. Или еще бы. Видишь, какие у них? Они капитально живут. И редко вот такие деревьяшки. А теперь где надо было следить? Аж на зеленую. А, аж на зеленую. Аж на зеленую. В зеленую. А, а ты садись с головой, видишь? Ну, ясно, ясно. А то, я думаю, она бы свою спрашивала, а есть. Нет, в зеленую зеленую. А сейчас так, в месте зал, что уйдет бассейн. Да, лавка. Как в анапе на красную зеленую тебе выходить? Да, да. Выйдешь первый, мне интересно. Ольга узнает тебя. А меня нет, Владя, ни хрена не узнает. Никто тебя не узнает. Да, да. Маленькая вся полная. Это вот раньше были всякие вот такие вот американские быстробедания, фастфуды. Мы сейчас назвали вкусные . Цена-то, чемодан вынесли. Окей. Всю дорогу, слава богу, тихо. Сафира дорога взрывалась. Может, на вокзал у нас приедет? Ой-ой-ой. У нас на вокзал идёт. Тут люди выходят, кто рядом живёт. Сфотографируйте. Нет, смазан. Смазан. Как он? Анапчанин, Анапчанка, Анапчанин, Анапчанка, Анапец, Анапка. Как надо говорить? Ташкент, Ташкентка, Ташкентец. Житель Анапы, учись. Улица красно-зеленая. Вот такие красно-зеленые. Нормально. Не знаю. Наверное, какая тут. Как заведение, наверное. Спасибо большое. Дальше, когда вот был туристический сезон, прям мыли всё. Было чисто-чисто. Когда вот летом в туристический сезон мы приезжали. Ну, дед всё повёл его. Угу. Бессопровождающего как решается. Ну вот, люди помогают. Ну, как ты тоже? А я что? Ну, дорогу ты что спрашиваешь всё время? Правильно? К дорогу спрашиваю. Ты же дорогу постоянно спрашиваешь? Да. Ну вот, то же самое-то. Ну вот, ты выйди. Ты выйди. Мне интересно, она узнает? Ай, не надо эти игры играть. Мама выходит вот тут. Не жди там. Нет, ты тут первым выйдешь. Вот она. Где-где? В синем? Вот она, как. Давай выметайся. Дай его. Дай его.